Первая игра, которую мы предлагаем вашему вниманию, называется Strife. Это переводится как препирательство, возглас, иногда клевер. Сейчас, уважаемый телезритель и ценитель компьютерных игр, мы расскажем тебе, что такое Engine. Потерпи немного, потому что это необходимо для того, чтобы понять, что же творится на экране. В переводе с английского это слово означает «мотор». И действительно, Engine — это программа, которая является мотором или динамическим каркасом каждой игры. Далеко не всем пользователям известны эти премудрости, но почти каждый опытный игрок способен, взглянув на интерфейс игры, сказать, откуда заимствован тот или иной мотор. Когда мы распаковали посылку, в которой содержался Strife, то глазам своим не поверили. «Батюшки, да это ж Doom!» — воскликнули мы. И действительно, здесь применен все тот же, хотя и слегка измененный, Engine. Это значит, что авторы игры решили полностью игнорировать прогресс, который в области электронных развлечений заметен как нигде. Впрочем, они постарались улучшить положение, обогатив перерисованный Doom элементами ролевой игры. То есть, теперь вы можете подходить к некоторым персонажам и нажимать на Spacebar. После чего на экране появится нечеткое и совершенно неподвижное изображение чьего-то лица, которое вам что-то якобы скажет. Однако, ожидаемой сенсации не произошло. Наоборот, есть основания полагать, что от новинки отвернутся как любители тяжелого жанра экшен, так и почитатели ролевых игр. Сюжет Strife тоже довольно невнятен. В качестве заставки вам покажут несколько статичных картинок, и печальный голос за кадром скажет, что дела, мол, совсем плохи. Повсюду захватчики. Дела здесь действительно неважны, но вовсе не из-за захватчиков. Мы подумали, что если бы у нас был хит-парад, то нам пришлось бы его увеличить на несколько позиций вниз, чтобы все-таки найти достойное местечко для игры под названием Strife. Продолжаем нашу компьютерную программу с живыми ведущими. Вот чем, по-вашему, активный отдых отличается от пассивного? Отвечаем. Если человек приверженец пассивного отдыха, он идет в кино и смотрит фильм. Ну, например, Independence Day. А если он приверженец отдыха активного, он садится за компьютерную игру с таким же названием. Итак, нашу программу продолжает игра Independence Day. Это переводится как День Конституции, Возглас, иногда Клевер. Помните, с каким триумфом прошел по экранам всего мира фильм День независимости? Так вот, одноименной игре повторить его успех не удастся. Но тем не менее. Как всегда, наступило будущее. Главный американский праздник День независимости 4 июля омрачен прилетом огромных космических кораблей. Пришельцы начинают уничтожение крупнейших мировых столиц. Несмотря на то, что кроме Америки пострадали и другие страны, только американцы, если судить по фильму, восприняли эту эскападу как что-то личное и захотели отомстить. Впрочем, мы уверены, что это кино так или иначе смотрело большинство телезрителей, так что рассказывать подробно о сюжете игры мы не станем. Итак, вы снаряжаетесь в воздушный поход против злокозненных инопланетян и их построек. Для этого вам выдают подходящий истребитель Европайтер 2000 или МиГ-31. Также у вас имеется Вингман, то есть ведомый, который тоже стреляет изо всех сил, стараясь при этом не попасть в вас. В небе то и дело пролетают самолеты, снабженные системой дальнего обнаружения АВАКС, которые тоже, по-видимому, оказывают вам какую-то помощь. Для начала вам нужно посбивать гигантские звездолеты, плавающие в атмосфере Земли, а потом вы отправитесь в космос, где затаился главный корабль с вражеским штабом на борту. Кстати, мы располагаем некоторой информацией, которая, хотя и не относится к делу, может оказаться небесполезной. Итак, 4 июля Америка празднует День Независимости. В то же время в Чили 4 июля проходит праздник под странным названием Чебичила. В Греции 4 июля чествуют святого Костакоса, покровителя острова Корпу. В Австралии отмечается народный праздник День Ящерицы. Ну а у нас 4 июля, просто еще один приятный летний денек. Вы понимаете? Развитие электроники приводит к тому, что вред, который ребенок наносит своим родителям, мало-помалу сходит на нет. Теперь родителям все реже и реже приходится отвечать на многочисленные «почему». За них это прекрасно делает телевизор. Компьютер же силен по части сказок. И вполне может применяться вместо бабушек, устаревших моделей. Свидетельством тому служит игра «Киндом оф Мэджик». Переводится это как «магическое королевство». Иногда клевер. Иногда слабые стороны человека или общества способны принести массу удовольствия окружающим. Что-то слишком туманно. В общем, речь идет о сказках. Вот так бы сразу и говорил. У американцев, как у нации, проблемы со сказками. Это государство слишком молодое для того, чтобы там появились толковые сказки. И поэтому им приходится довольствоваться сюжетами и персонажами, завезенными из Старого Света. Такие сказки, переведенные с английского на американский, становятся литературой. Вот скажите, откуда вам известная сказка про волка и его семерых козлят? Наверняка от бабушки. А она слышала от своей бабушки. А американец точно вам скажет, что вычитал ее в National Geographic и даже вспомнит, в каком номере. Зато отношение к сказкам, как к литературе, позволяет очень бойко переписывать их на новый лад и адаптировать к условиям современного мира. Даже к компьютерам. Вот скажем, Kingdom of Magic. Здесь фигурируют достаточно традиционные персонажи. Гномы, волшебники, эльфы, драконы двух разновидностей. Но ведут они себя совсем, как наши с вами современники. По жанру эта игра относится к категории квестов. Главный герой – это история зеленой ящерицы по имени Тидни. Спросите его о целях квеста, и он наплетет вам всякого о борьбе с драконом, освобождении принцессы и тому подобным. На самом деле, это наглая ложь. Единственное, что всерьез волнует Тидни, это возможность поднакопить денюшек, поживиться чужим добром и в еле поизмываться над окружающими. Впрочем, публика, с которой ему приходится встречаться, столь же цинично и безнравственна. Может сложиться впечатление, что мы ругаем эту игру. Нет, на самом деле мы ее хвалим. Kingdom of Magic наполнена великолепным юмором, который заставляет смеяться буквально до слез. Это при условии, если вы владеете английским языком. А если не владеете, то мы можем пожелать вам только одного. Have a good time! Ну вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами. Геем, как говорится, оба. В смысле... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok